Если мы посмотрим на данный слайд, то мы здесь видим большое количество технологий. И эти технологии являются еще и аналогами. То есть, допустим, JS-фреймворки, аналоги, CMS, которые здесь не представлены, если бы я их представил, то просто не хватило бы места. И даже более-менее опытный специалист, у него всегда возникает вопрос, вопрос и проблема, какую технологию нужно выбрать для разработки того или иного проекта. И при правильном выборе в дальнейшем проект получается легче масштабировать и оптимизировать. Но прежде чем рассказать про определенные стек технологий, которые необходимо выбирать, давайте вспомним, из чего вообще состоит веб-приложение и какие виды сайта бывают. Архитектурное веб-приложение можно разделить на два вида. Это клиентская часть, то есть фронтенд. Это то, с чем взаимодействует пользователь и видит на экране своего устройства. И серверная часть, это бэкэнд. То есть там, где выполняется вся логика приложения. Для многих пользователей это своего рода черный ящик, где выполняется какая-то магия. Ну, по поводу черного ящика расскажу, что это суть какая. Вся логика хранения данных, обработка данных, считывание, связки между системами, это все хранится на бэкэнде. Вы, как родовые пользователи, заходя условно в поисковый движок, там, условно Яндекса, когда пишете поисковый запрос, для вас не видно, что хранится в данных, какие машины, что обрабатывают. И поэтому вы, собственно говоря, для вас это черный ящик. Вся логика там. Но главная суть такая, что фронтенду так или иначе с этим надо работать. И ему приходится с нами работать. По видам приложения можно разделить на три вида. То есть SPA это Single Page Application. То есть приложение загружается сразу при заходе пользователя. И вся последующая логика подгружается с помощью синхронных запросов. В настоящее время сайтов таких становится все больше. И мы с ними взаимодействуем, сами не подразумевая об этом. Допустим, все каждый день используют ту же самую Google почту и читают сообщения. Это своего рода Single Page Application. Второй вид это Multi Page Application. Исходя из названия, можно понять, что Multi, то есть несколько страниц. И такие сайты – это сайты володиной молодости. Да, хорошая шутка. То есть в чем смысл? Раньше не было так много технологий, возможностей, и поэтому все делали по старинке. То есть когда вы возьмете, ну такой классический пример, сайт Владимирской области или какого-нибудь там госучреждения, не берем госуслуги как корневое, то есть вы при клике на любую кнопку, на переходе на какую-либо страницу, у вас полностью все перезагружается, у вас перезагружается в принципе весь контент. И в этом плане эти сайты сделаны по старинке, впрямую с перезагрузкой. Единственное, что они никогда в принципе не умрут, скорее всего, потому что эти сайты все равно сейчас легче, быстрее собрать, чем ту же самую SPA. Плюс технологический стэк, первичный вход для этих сайтов, он гораздо ниже. SPA все-таки надо быть умнее и пошаристее. И третий вид приложения это PWA. PWA, то есть Progressive Web Application. Они поддерживают установку на главный экран устройства, пуш-ведомления, офлайн-режим и их не нужно скачивать. То есть у вас нет привязки к Marketplace платформам. Ну и про клиентскую часть. Она в основном состоит из трех столбов. Это HTML, CSS и JS. Если провести некую аналогию, допустим, с проектированием дома, то стены это своего рода HTML. Если мы их покрасим, то это CSS и какую-то логику в доме проведем, допустим, водопровод или электричество, это уже JS. В 2016 году происходит развитие JS и появляются фреймворки, такие как React, Vue и Angular. Между ними на данный момент ведется конкурентная борьба. Давайте рассмотрим их отличия. Если говорить именно про Angular, то архитектурно у него есть определенный жесткий стиль. То есть стиль ООП. В нем необходимо писать в определенном стиле, что не совсем нравится разработчикам. Если говорить про Vue, то сама документация регламентирует как минимум два. Это однофайловая система и многофайловая система. И в случае React здесь свобода решений. То есть разработчик сам выбирает, какую библиотеку подключить и продумывает архитектуру. Если говорить про рендеринг UI, то здесь Vue и React используют Virtual DOM. Virtual DOM – это копия обычного дома. И при взаимодействии с вашим приложением он сравнивает Virtual DOM с домом и, соответственно, точечно вносит эти изменения. Тем самым происходит быстродействие приложения. Но минус заключается в том, что потребляется много оперативной памяти. Angular, напротив, использует incremental DOM. То есть на этапе компиляции он пишет инструкции и вносит изменения только той логики, которая изменилась или добавилась. Соответственно, тем самым ваш бандл становится меньше. Если говорить про порог входа, то здесь я бы разделил на три вида. Это Vue – низкий порог входа, React – уже средний и Angular, из-за того, что это OP-стиль, высокий порог входа. Если рассматривать какие-то HR-платформы, то мы можем заметить тренд React, то есть много вакансий, также много резюме. Vue я стал бы рекомендовать использовать в том случае, если у вас команда не знает JS-фреймворк, и им нужно быстро вкатиться. Ну и Angular, если какие-то определенные технические требования или у вас масштабный интерпрайс-проект. Вообще, что требуется фронту для старта работ? На самом деле, я долго думал над этим вопросом, и, скорее всего, в 90% случаев и кейсах я бы здесь выделил бы макеты, потому что без наличия макетов мы не сможем что-либо реализовать. Со стороны дизайна макеты реализуются в таких программах, как Sketch, Photoshop и Figma. В настоящий момент Figma набирает популярность, и меня это очень радует, потому что, если вспомнить раньше, как я работал с Photoshop, приходилось, допустим, если какие-то вносились изменения, то приходилось скидывать несколько файликов, и там доходило до того, что название там проект 1, проект 2, проект 3. Плюс Figma позволяет просматривать все в онлайн-режиме. Ну, уж если мы заговорили про макеты, то тут стоит еще упомянуть про UIKit. UIKit со стороны дизайна – это основная дизайн-концепция проекта в целом, то есть типография, стили, компоненты какие-то. И в качестве со стороны фронта я бы здесь посоветовал бы использовать такие две библиотеки, как Storybook и Styleguidist. Это своего рода документация, то есть вы можете накидать компоненты, описать их, и вот как на слайде представлено, они будут отображаться у вас на одной странице. И вы можете у компонентов менять определенные пропы, если говорить про JS-фреймворки, и смотреть, как меняется компонент в зависимости от передаваемых в него параметров. И следующим пунктом я бы опционально выделил бы это четыре пункта. Это требования к разрешению устройств, поддержка браузеров, описание работы функционала и вида контрактов. Тут стоит пояснить, что требования к разрешению устройств, они должны быть прописаны до старта работ. Но если нет каких-то определенных требований, то вы можете, опытный разработчик сам принимает решения и выбирает те или иные разрешения, допустим, для мобилки до 768 пикселей и планшетка до контейнера, если он есть 1280 пикселей. Поддержка браузеров. Тут имеется в виду, что если ваш проект какой-то специфичный, то есть какие-то тяжелые анимации или требуется поддержка Е11, то это тоже необходимо учитывать. Если каких-то определенных требований нет, то в основном фронты используют последние две версии зеленых браузеров. Описание работы функционала. Если у вас на макете представлена какая-то сложная логика, имеется в виду, допустим, какой-то калькулятор. И если этот калькулятор сложный, то фронт не может понять, каким образом взаимодействовать с этим и как писать логику. То есть как минимум должно быть понимание того, как работает вся эта система. Ну и виды контрактов. Здесь нужно понимать, что если логика тоже так же тяжелая, как и в третьем случае, мы должны знать, в каком виде придут данные. Володь, посмотри, как коллеги из бэкэнда иногда присылают мне. Ну да, это вечная борьба и согласование, в каком формате данные должны приходить. Бывают большие споры по этому поводу. И главное здесь, как в данном случае, не перекидываться этим эмодзией, а договариваться, в каком формате, с какими типизациями. И лучше все это изначально продумать, архитектурно построить и, например, закрепить в какого-либо документации. То есть есть различные вещи типа свагера, в котором вы полностью можете прописать маршрутизацию, типы данных, кто откуда что забирает, что позволит в будущем избежать таких ситуаций. Собственно говоря, серная часть, она многогранна и очень много можно декомпозировать, но архитектурно именно в веб-приложениях я выделил две составляющие. Это CMS и фреймворк. Надо понимать, что даже если у вас проект был написан собственно руками, без применения какие-либо уже, скажем так, распространенных фреймворков, вы все равно пишете под себя мини-фреймворк, пускай со своей логикой, может быть, какими-то паттернами, но это именно в самом получается некий фреймворк, который вы там как-либо используете. Главное отличие этих двух систем, надо понимать в чем. Фреймворк дает много инструментов, но вы, если мы говорим пример с домом, то вы его полностью строите самостоятельно. А фреймворк это представим, точнее, это наоборот CMS. От CMS представим вариант, когда у вас условно нестеннейшие панели, и вы за два дня можете полностью построить дом. Да, возможно, в нем там не будет учитываться какой-нибудь балкончик, который вам требовался, но глобально вы это сделать можете гораздо быстрее. И одна из особенностей принципа CMS в том, что у них есть готовая админ панель, которая зачастую гораздо удобнее, чем вам писать артиктурно, непосредственно новую административную панель в рамках фреймворков. Языков сейчас очень много, и надо понимать, что в принципе почти каждый язык имеет некий выход в веб. То есть мы возьмем там тот же самый C-sharp, ну и так далее. То есть у всех есть что-то на выходе. Но если рассматривать чисто веб-проекты исторически, на текущий момент, то я бы выделил четыре языка. Но PHP как база, потому что 80 проектов в мире собрано на этом языке. Он развивается, выходит новая версия, собственно говоря, база, на которой все построено. JS. JS фреймворк по факту, это вот если мы посмотрим ренте предыдущего года, он стал по запросам выше, чем PHP. То есть его чаще стали спрашивать, изучать и понимать. И главная его особенность в том, что он сейчас развивает серверную составляющую. Другими словами, у вас может получиться так, что вы на одном языке, на JS, можете, ну, предоставить, что у вас верстка будет, что маленькая SS, но это никуда не выкинешь. Но на JS вы можете построить клиентскую часть и при этом еще и серверную часть. Другими словами, полноценно опытный JS разработчик может собрать проект полностью со всеми нужными требованиями. Тем самым как бы это направление технологии, оно постепенно вытесняет и занимает свою часть рынка. Третьим языком мы можем назвать Python. Он сейчас, в принципе, первый, ну, во многих рейтингах, он вышел на первое место по использованию. То есть он даже местами обновляет там ту же самую Java, C и так далее. В чем его главная как бы особенность? Он очень хорошо работает с большими данными. А сейчас данных все больше и больше и больше, и с ними надо все, так сказать, быстрее работать. В этом плане JS и PHP в инструментарии готовых плагинах, модулях проигрывает. И в Python есть свои фреймворки для работы с клиентской частью, в фласке и так далее. И вы сможете, в принципе, построить на нем легко проект. И последним можно выделить Java. Классика много лет присутствует на рынке. И, скажем так, главный тенденц на текущий момент, многие enterprise решения, например, всю жизнь работали на B2B сектор, а сейчас начали как бы экспериментировать в B2C секторе. Им нужно, например, собрать какой-то проект. Но при этом у них есть готовая платформа, полноценно там, условно, весь завод работает на портале по Java. И, например, с ним синхронизировать, например, какой-нибудь условный CMS, не очень совсем логично, удобный, плюс нет внутренней команды, которая бы сразу это дело поддерживала. Поэтому берутся за основу фреймворки от Java, какие-то еще наработки, и по факту реализуется проект. Поэтому как бы Java мы никогда тоже из этого списка не выкинем. Что влияет на выбор стека? Как в случае с Вердской, что у нас есть три столба, здесь тоже есть три кита. Это как бы вроде не уникальные вещи, но они базы, без которых вы не сможете, в принципе, так или иначе сделать нормальный проект. Вы должны найти золотое сечение, золотую середину между совокупностью этих трех моментов, чтобы у вас все это склеилось и в сроки, и в деньги, и с точки зрения требований у вас получился отличный проект на выходе. И подробно сейчас я коснусь каждого пункта. Первое – это, соответственно, собственно говоря, бюджет. Тут очень все просто. Нет денег у человека, либо мало денег, то вы сами выбираете какой-нибудь легковесный, простой инструмент, ну, например, CMS, потому что вам надо быстро собрать сайт. Если, например, к вам приходит на ввод какой-нибудь Enterprise, я хочу вот проект такой-то величины, то в первую очередь вы должны понять, просто не быстрее бы взять деньги от него, а в принципе в Enterprise очень много всяких подводных камней, и точно ли нам хватит денег, и точно ли этот прям технологический сайт, который мы возьмем, он ответит на все вопросы, которые есть в Enterprise, потому что их будет миллион, и, собственно говоря, чуть позже мы их коснемся. После как бы там вы услышали бюджет, либо вы, наоборот, не услышали, вы так или иначе обычно люди приходят со сроками, реже со всей совокупности данных, но всегда обычно есть сроки, и, как всегда, эти сроки классически вчера, да. Вот, поэтому вы должны посмотреть на что человек в принципе хочет и сказать, что нет, эти сроки мы не успеем. Давайте мы, например, пересоберем, сделаем MVP, какую-то часть проекта, чтобы хоть что-то стартовало, либо, наоборот, давайте двигать сроки, что в принципе невозможно это сделать, потому что, например, есть связки с, например, Enterprise решение, ну, вообще с внутренними системами клиента, которые по совокупности будут готовы через два месяца. А как вы собираетесь проект выписывать через месяц? Если через два месяца, я только данные получу. То есть вот такие банальные вещи надо спрашивать, учитывать и закладывать в сроки. И третий пунктом являются, естественно, проектные требования. От банального. Цель проекта. Что хочет клиент? Потому что, вот давайте приведем пример, такой простенький, без, ну, как бы, прям глубины. Мы продавцы помидоров. Вот мы сегодня, у нас сейчас лето, у нас сейчас заканчивается, ну, наоборот, начинается сезон, начиная середина, и мне надо эти помидоры продать. Но я, например, решил, что в этом году я буду продавать помидоры, а в следующем огурцы. Исследовали моя цель запустить лендинг-пейдж на условно сейчас, на три месяца, быстренько продать, сбыть свой товар, и больше мне ничего не надо. То есть чтобы через три месяца сайт закрылся, потому что помидоров у меня не будет. Это один вариант цели и задачи лендинг-пейджа. Приходит тот же самый клиент, я тоже хочу продавать помидоры, но у меня цель-то делать каждый год. Мне нужен проект, который будет, я каждый год его буду там подкорректировать слегка, там, цены, может быть, какую-то информацию по количеству, по объему, но я хочу именно иметь возможность редактировать и обновлять. И чтобы этот проект жил всегда, но раз в год я его обновлял. То есть вот эти задачи могут быть одинаковые, в принципе, инструменты, но сроки бюджета могут быть, явно будут длиннее. И вот от этого цели и полагания, что хочет клиент, вы должны в первую очередь еще отталкиваться. Второй момент важный, это кто конечный пользователь. Здесь простой пример. Пользователь может быть как? Внутри компании будут пользоваться вашим веб-проектом. Надо понимать, что мы сейчас говорим не чисто про сайты, а, например, про инструменты, которые компания заказала для внутренних каких-то нужд. Или, наоборот, у вас будет пользователь. Это, ну, пример, не знаю, просто обычный пользователь. И, следовательно, у вас дизайн должен быть кликагельным, быстрым, понятным, конверсия должна быть хорошая. И вы в любом случае должны уточнять, чтобы понимать, возможно, совсем другой стек вы выберете, который будет, например, более жестким, более тяжелым, но получится более готовое решение. И со своей стороны, я бы добавил, что в качестве конечного пользователя может выступать обычный сотрудник какой-то системы. Им, возможно, вообще не нужен адаптив. То есть со своей стороны мы можем отказаться от адаптива и сделать только десктоп-версию, потому что у них, они используют там 1920 экраны устройств. Да, все верно. То есть у нас был прям реально такой кейс, когда люди сидят условно на маках, да, и у них только какие-экраны, то есть зачем им мобилка. И третий момент про проектное в целом требование, это, соответственно, сами технические требования. Вам могут прийти и сказать, я хочу, чтобы сайт был только, например, на Python. И вы спрашиваете, почему именно? И там выясняется, что у них есть команда внутри на Python. Или просто человеку, не знаю, я прочитал две статьи на хабре, я считаю, что Python лучшее решение. И тут главный момент не бороться с клиентом. Пускай, окей, он хочет на Python, бюджет, сроки, все остальное, ну, согласовали, все нам нравится. Главное, чтобы это было прописано в документах. Если он хочет конкретный стэк, он должен быть прописан там в приложениях и так далее. Потому что были случаи, когда мы писали, ну, условно, на свое усмотрение, а потом мы как бы, клиент вроде как принимал проект, но ему не нравилось, на чем мы написали. Вот. Дальше это кто и будет, как бы именно в технических требованиях, еще часто прописывают, кто и как будет поддерживать. Я частично уже привел пример, когда у людей там условно есть enterprise на Java, и вы по-другому, кроме как на Java, в принципе не сможете написать, потому что клиент запрашивает, мы заберем проект потом внутри на поддержку, кроме Java у нас команды нет, и мы не будем менять другую технологию. И это надо прям очень сильно учитывать и обязательно спрашивать. Либо бывает такое, что на той стороне есть разработчики, ну, там, на Python, но они джуны. То есть они там молодые, либо это какой-нибудь там Java-разработчик, который еще знает Python. Тут надо обсуждать, когда будет обучение, как будто передача вообще вводных по проекту, как он структурирован, как архитектура, как с ним взаимодействовать. То есть вы должны все это дело проговорить, обдумать, зафиксировать и, собственно говоря, дальше уже работать с клиентом. И две последних вещи – это нагруженность системы и какие планы развития. Они довольно плотно идут вместе. Вы должны понимать, нагруженность у вас будет там тысяча пользователей или у вас через месяц будет там 100 тысяч пользователей. От этого зависят, возможно, какие-то элементы системы, которые будут самые нагруженные, надо будет вносить отдельно, там, и либо, в принципе, технология там, слон CMS в принципе не подойдет, потому что она тупо не выдержит. Да? И это еще зависит от планов развития. То есть они говорят, окей, два года мы просто запустили проект, два года мы спим. Мы спокойно потихоньку нарабатываем базу, поэтому нам нужна MMP-версия вот такая-то. Мы просто проверим гипотезу, и она постепенно будет расти. Но мы понимаем, что мы гипотезу проверили, а потом будем переписывать уже, например, с нормальной архитектурой. То есть такие тоже могут быть варианты развития. Редко, но бывает. Собственно говоря, наверное, дальше. Технические требования. Здесь постараюсь поменьше рассказать, потому что можно бесконечно про это рассказывать. Первое – это экосистема. Очень все просто. Пример, кто знает PHP-фреймворки, был такой фреймворк, чем он существует. Это Zend. В 2016 году его перестали поддерживать. И, следовательно, его, в принципе, экосистема в рамках, условно, гидхаба, модулей, сообщества, стоклового флоу, в принципе, объем разработчиков на рынке, она сужается и скоро вообще закончится. Поэтому вы должны смотреть, если понимаете, например, что у вас будет там проект 15 лет длиться, что экосистема этого продукта, проекта, этого фреймворка, стека, она, в принципе, развивается. Вы знаете, что найдете человека, которому можно прийти с вопросом, он подскажет. У нас был проект один. Мы его очень долго сдавали, потому что клиент на нем очень долго сидел. Но прикол в том, что мы искали по всей России разработчиков на этом продукте и не нашли. То есть мы со стороны, когда брали этот проект, нам было интересно познакомиться с технологией. Но когда мы стали в некоторой, скажем, сложности отношения ядра, нам нужна хоть какая-то была консультация, а ее нет. Поэтому мы общались с американцами, которые являлись разработчиками этой системы и очень-очень-очень долго выясняли, как, в принципе, там наши проблемы решить. То есть это надо очень внимательно смотреть, если вы хотите, чтобы проект у вас реально в будущем жил. Второй пункт – это порог вхождения и гибкости. Тут надо понимать, что очень хорошо развиваться, в принципе, во фреймворках, узнавать что-то новое. И иногда приходит клиент, уходит, например, условно на юге написать, а у вас есть только Laravel и Symfony в компании. И вы должны понимать, что окей, мы сейчас эту технологию, в принципе, давайте изучим и сделаем проект. Так вы должны учитывать, насколько именно порог вхождения в эту новую для вас технологию, он легок. Потому что бывает, что вы понимаете, что вы там будете два месяца курить, чтобы каким-то образом вообще сортовать проект. Или наоборот, вы понимаете, что через две недели все, у нас появится там команда из трех человек, который спокойно на этом, в принципе, инструменте все соберет. И тут же надо учитывать гибкость этого инструмента, чтобы вы вошли и не получилось, что у вас какое-то узкое горлышко по технологическому стеку, что вы к этому инструменту можете все что угодно привязать, подцепить и так далее. И по поводу порог вхождения здесь переключается также третий пункт – человеческие ресурсы. Что этот фреймворк, вот как мы приводил пример из первого пункта, что невозможно найти, в принципе, человеческий ресурс, который ты можешь развивать эту технологию, в принципе, внутри и даже у клиента. У клиента нет рук, в России нет рук. И как это все делать? Только образование внутри команды. И это иногда бывает головной болью. И тут же можно ввести сторонние модули, что тот же самый, например, Zend, вот у вас выбор, либо Zend, на котором построен текущий проект клиента, и он хочет, например, его сохранить. Но при этом у него задача сделать синхронизацию, например, с AMA-CRM, например. Мы ему говорим, что встроенных модулей, которые сразу решают все задачи, которые можно с гитхаба, с официального аккаунта скачать, поставить, поднастроить, запустить, нет. Следовательно, мы будем очень долго писать, нужно будет вот эту часть, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Плюс надо понимать, эти CRM, они меняются, выходят в версионности. Если нет поддержки какого-то используемого модуля, мы каждый раз будем это все дописывать. И если вот эти сторонние модули не будут поддерживаться, например, в Laravel есть прям официальный модуль для этого, который обновляется с версионностью, с добавлением новых каких-то фичей и функций в API, то вы опять же становитесь с болью, что вам нужно больше времени, что надо говорить с клиентом, что дополнительные деньги надо выбивать и так далее, так далее, так далее. Это надо все учитывать. Четвертое – это долгосрочная перспектива. Zen прям хороший пример, да, то есть вы понимаете, что он больше не будет поддерживаться, все, даже официально пришла информация, все, ребята, мы уходим в Enterprise, потому что Zen, он как бы как фреймворк умер, его завернули в Enterprise решение и под новым названием уже продвигают. Но сам Zen умер. Естественно, вы понимаете, что там через 5 лет вам придется не отказаться, потому что через 5 лет остальное стек ускорится, обновится, а этот нет, и вам придется переписывать. У нас прям реально был проект, очень интересная связка, что был админ, это был CMS Bittrex, backend был полностью написан на Zen. И когда клиент к нам пришел, ему проекту было 3 года, пришел он, по-моему, к нам в 18-м году, и как бы с идеей то, что никто не хочет в принципе браться без переписывания, потому что никто не хочет браться с Zen, Zen умер на тот же момент. Вот вам пример, когда долгосрочные перспективы понимания развития именно инструмента, их надо учитывать. То есть в данном случае Laravel каждый год анонсирует новую версию, например, фреймворков, что будет он развивать. Он анонс делает не только что просто сделали, а то, что в будущем будут делать. И вы видите развитие, и в принципе понимаете, ага, он будет развиваться, мы будем дальше его использовать и усовершенствовать. Пятый пункт. Собственный опыт, знания и навыки. Если вы это не умеете, лучше не беритесь, называется. То есть если у вас стэк, условно, Python, Django, а у вас никто не пишет на нем, как бы сложно, что вы сходу освоите какой-то, в принципе, проект. И если это надо очень сильно учитывать. Но при этом, если мы будем просто внутри себя просто развивать чисто фреймворки, заходим, например, на Laravel, мы не знаем Laravel, начинаем идти по документации, изучать, то так это в принципе не будет работать. Самый лучший опыт – это коммерческий опыт. Следовательно, вы смотрите, да, у меня есть знания общие, например, там, условно, ООП, как строятся системы, у меня есть навыки, гугление называется, да, и вы за счет, там, условно, клиента берете первый проект на собственном опыте, его изучаете, и у вас в портфолио новый технологический стэк. Тут надо быть аккуратным. Я думаю, здесь опытные, кто не первый день в бизнесе, они в этом плане обжигались. Ну и последнее. Безопасность и масштабирование. Все знают WordPress. Кто читает часто Хаббар, раз в год по-любому приходит статья, какой-то плагин, точнее, через какой-то плагин строили, например, полмиллиона сайтов. И с помощью них сделали DOS-атаки. Это прямо классика жанра. Следовательно, если у вас какой-то заточка под безопасность, учтите это, выберите именно стэка. И тут же масштабируемость. Если вы пишете сайт на WordPress, а есть интернет-магазин на WordPress и все остальное, вы должны понимать, что огромный B2B вы не построите на WordPress. Да, окей, вы его построите, но дальше он не взлетит, он не сможет масштабировать, вы не сможете его там сделать X10, X100. Он тут же у вас будет падать. Тут как бы явно эти его фреймворки, в архитектуру и во все остальное. То есть это надо узнавать у клиента, и это надо будет именно записывать. Потому что вот у нас был пример, когда экосистема… Человек хотел… Клиент пришел и говорит, у меня должна быть экосистема с подключением внутренних сервисов вовне. То есть у них закрытая экосистема, но у них есть подрядчики с той стороны, которые хотят с ними работать. Но ты же их не пустишь вовнутрь. То есть в принципе безопасность, открытие данных и так далее. И поэтому они говорят, нам нужен некий такой условный шлюз красивый, которым потом без каких-либо болей можно будет подключить любой внутренний сервис. То есть такая шина данных красивая, с Акимерест, АПИ и так далее. И здесь он пришел с такой идеей, и мы сразу понимали, что как бы мало крови не обойдется. То есть надо архитектурно продумывать, каждое взаимодействие, это закладывать в проект. И там просто на именно аналитику, архитектуру нам ушло примерно 3 месяца. Мы просто думали, размышляли, уточняли, предлагали с их командами разработки, которые будут поддерживать, обсуждали, как они это будут довнедрять и так далее. То есть это долгий, сложный процесс, и без него, именно если вы предполагаете, что у вас будет масштабный проект, не обойтись. Смотри, в общем есть такой кейс, клиент благотворительный фонд. Он использует у себя в системе Google таблицы. То есть ведение пользователей, координаторов, волонтеров, все это в Google таблицах. Необходимо разработать удобную систему, которая бы позволила бы перенести эти Google таблицы, соответственно, в эту систему, и работать с ними, выводить информацию, аналитику и так далее. Исходя из того, что клиент благотворительный фонд, понятно, что это тендер, и у нас ограниченный бюджет, сроки порядка трех месяцев, и пользователи, как я сказал ранее, это обычные пользователи ПК. Что бы ты предложил со своей стороны? Да, ну смотрим сначала на ограниченный бюджет и ограниченные сроки. Тут надо будет сразу смотреть, что именно хочет клиент, но если посмотреть из цели, полагания, что они хотят уйти от Google таблиц, то, скорее всего, кроме там n-ного количества формул, у них вряд ли какие-то большие объемы данных, иначе бы на текущий момент они давно перешли в какую-то систему. И по дручной порядке данных, скорее всего, это имеется в виду, что у вас, в принципе, цифра в какой-нибудь там третьей, пятой таблице сошлась, поэтому вряд ли там будет большой объем данных, в принципе, поэтому явно делать надо на CMS, существуем и ограниченный бюджет, и сроков. Если мы говорим про пользователей, то в данном случае, как я говорил в начале, берем готовую админку, которая красивая, всем понятная, и еще как бы преимущество обычно готовых CMS, у нас есть большая документация. Нам не надо будет обучать каждого специалиста, дали им документацию, так построим проект, и там все будет понятно, что с ним делать. Что у тебя будет на фронте? Ну, со своей стороны, так как ограниченный бюджет, я предложил бы на первых этапах отказаться от адаптива, в силу того, что, скорее всего, это будут пользователи просто за ПК, большими мониторами, как я ранее говорил, и по стеку технологии это HTML, CSS и нативный JS. А почему именно нативный, а, например, не Vue или не JQuery? Ну, во-первых, JQuery в 2021 году я бы не стал использовать, потому что нативный JS позволяет использовать, ну, дает тот же функционал, что и JQuery, и даже больше. А насчет Vue, ну, на данный момент я не вижу какой-то интерактивности, много взаимодействий и пересчетов. Да, давай перейдем сразу ко второму кейсу. Второй кейс – это у нас интернет-магазин мебели. Порядка 20 тысяч из кушек и 5 тысяч уникальных пользователей в день. Клиент пришел, ну, то есть мы ранее работали с этим клиентом, и нам нужно переработать этот сайт. То есть клиент у нас старый, мы больше пяти лет с ним напрямую работаем, и главной его уже проблемой была то, что надо сайт было ускорить. Мы уперлись в то, что мы не могли с сайтом уже ничего сделать с точки зрения скорости. И второй проблематикой была, что он хочет оставить базу данных, ту, которая сейчас есть. В данном случае у него была база вся, в принципе, сайт построен на битриксе. Почему? Потому что у него все бизнес-процессы завязаны на битрикс и на битрикс24, у него есть синхронизация с 1С, и у них, в принципе, вся работа, ведение клиентов, в принципе, контент-менеджмент и все остальное ведется чисто в админке именно их сайта, и от этого уйти за раз, это будет очень больно, дорого и, в принципе, практически невозможно, надо будет по факту ломать бизнес. И главным моментом, который надо здесь выделить, задача рефакторинг. Следователю надо было залезть в проект, посмотреть, как он был устроен и полностью его переосмыслить, посмотреть, что лишнее. Клиентам обсуждали, как вообще, в принципе, у них данные ходят, какие данные. В итоге перечный документ занял 400 страниц, на котором было обусловлено, ну, на самом деле, не совсем все, но большинство вещей. И в дальнейшем это привод к чему, что мы с клиентом обсуждали, что мы будем использовать микросервисную, в принципе, архитектуру. То есть мы попилили, условно, его монолит на много-много-много-много частей. Какие-то части остались все-таки такими, грубо говоря, крупными, но все-таки вынесенными. Для взаимодействия мы взяли Kafka между микросервисами, а на бэкэнде у нас в основном были два фреймворка. Это Lumen и Laravel. В принципе, на бэкэнде, наверное, все. То есть PHP, два фреймворка, Kafka для взаимодействия между микросервисами. Вообще, так как у нас, я понимаю, планируется большая команда, каким образом мы будем организовывать работу? То есть я так понимаю, что это будет несколько площадок под каждого сотрудника? Ну, тут как бы сразу надо понимать, что главная проблема, когда у вас в команде много людей, это разворот изменений. Поэтому это обязательно заворот самих микросервисов, докер-контейнеры, чтобы их легко было разворачивать на сервере. Касаемо нескольких гид-репозиторий и обязательно CICD, то есть непрерывная интеграция, чтобы, если, например, какой-то баг был исправлен бэкэндом, чтобы фронтэнд работал, в один клик все изменения попали на все нужные ландшафты, на тест, на деф, на стейджи и так далее, чтобы это было бесшовно, быстренько и аккуратно. И, в принципе, здесь очень много работы будет именно командное взаимодействие, договариваться. Обязательно, если явно здесь будет REST API взаимодействие, следовательно, обязательно SWAG, в котором будет прописано все относительно хождения запросов. Ну и следующий кейс. Мы все вот говорим про технологии. А как ты думаешь, можно ли вообще без технологии реализовывать какие-то проекты? Да, конечно же, можно. Собственно говоря, у нас в 5 часов будет Антон Шакиров докладывать про no-code или zero-code подход. И как вот пример, что такие вещи все больше и больше встречаются, что пример нашей конференции, сайт нашей конференции, он быстренько был собран на тильде. Почему? Потому что задача была быстро, собрать, красиво, чтобы все это было работало без какого-то громадного функционала. И главный преимущество, что это мог сделать сам дизайнер. Он мог сразу посмотреть, а не тут кнопочка, я подвину. А не бежать к фронтен-разработчику, подвиню кнопочку. Большое спасибо Владимиру и Алексею за доклад. Здравствуйте. Меня зовут Ирия Мельновский. Вопрос следующего характера. Если мы решили использовать на проекте уже CMS, то на какие факторы вообще стоит ориентироваться при выборе? Потому что CMS-ок так много и хотелось бы выбрать самую лучшую для нашего проекта. Здесь, наверное, выделил в первую очередь, что есть… Первый аспект – это все-таки задача продукта вашего сайта. То есть если это все-таки какая-то маркетинговая, продуктовая, небольшая страница, явно легкий WordPress, который легко настраивается, он идеально подойдет. Потому что плагинов прям тысячи. Если мы говорим какой-нибудь корпоративный сайт, в WordPress уже немножко не подойдет. Можно взять какой-нибудь ModX, что-то, что может создавать мультипейдж аппликейшн в классическом виде, то есть без SPA. Если мы говорим про интернет-магазин, то тут вопрос в том, как вы планируете все-таки его развивать и масштабировать. Потому что помимо классического выбора, который у всех нас входит в CMS-битрикс, есть, например, OpenCard, другие там… На Дурпале есть хорошее решение по интернет-магазину. Тут вопрос в том, кто этот продукт вас будет внутри поддерживать. Если вы разработчик, вы открыли свой интернет-магазин продажи помидоров, то, пожалуйста, вы сами все сделайте. Но если вы понимаете, что условно можно подшерстить HeadHunter, можно посидеть в принципе форумы, как этот продукт вы будете поддерживать. Если вы найдете статьи, что, например, на Дурпале с каким-то решением, видите, что у людей очень много вопросов и надо очень много допиливать, и многие говорят, что, блин, ребят, лучше не начинайте, то стоит задуматься. То есть, возможно, это не идеальное решение для… на перспективу. А если говорить просто про рейтинг, возьмите рейтинг CMS, например, для интернет-магазинов. Бейте первую тройку, смотрите, что и как вам лучше подойдет. Если напомню, что Bittrex, например, платный, в отличие от Друпала, но иногда переплата на начальном этапе, ну, в принципе, оплата CMS, она даст вам в будущем, скажем так, то есть вы за Друпал и доработку Друпала в будущем заплатите больше, чем если вы возьмете Bittrex, потому что все есть из коробки. То есть, например, различные синхронизации, например, с 1С, синхронизации, не знаю, там, актив-директории. И надо понимать, что помимо просто интернет-магазина это мало. И если мы говорим про CMS, как для проекта, у нас есть связки с CRM, то есть контролирует лидов, клиентов и так далее. Если нет внутри, нет возможности из коробки за один щелчок это подключить, это доп.деньги. Если вам нужна, например, синхронизация, помимо этого, не знаю, у вас, например, есть маленький магазинчик, вам нужен актив-директории, то есть у вас там 3 локальных компьютера, которые должны работать внутри CMS сразу. Актив-директории, например, в Друпале тоже нет. Вот чувство, как будто я рекламирую Bittrex. Да, но на самом деле это все есть от коробки, и в данном случае, да, вы заплатите больше, но у вас будет на самом деле больше инструментов. И если этот инструмент самый в топе 3, значит на нем будет больше разработчиков и возможность найти просто квалифицированный кадр, который вам не сделает… Ну, слово есть более крепкое, но плохой проект гораздо меньше. Вы найдете специалиста, сможете поддержать, вы, если что, сможете найти вариативность, то есть вы сможете… Плохая команда, не получилось поработать, пойдем к другой. То есть вот берем два слайда с техническими требованиями, их штудируем, выписываем, что где нам понравилось из каждого там вариативности CMS, вы получите итоговый результат, что у вас там 10 пунктов совпало в одной CMS, значит это ваш выбор. Вот, но как бы… Еще очень сильно зависит от бизнес-модели, потому что сайты в основном даже не рисуют бизнес-задачу. Вот. Ответил на твой вопрос? Спасибо за вопрос, спасибо за ответ. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...